В эфире Телезащитник, с вами Александр Карепин. Здравствуйте! В нашей программе мы совместно с экспертами отвечаем на ваши вопросы и разбираемся в самых сложных юридических ситуациях. Сегодня в выпуске. Компенсация проезда. Сгорает ли выплата, если ей не воспользоваться? Долги по алиментам. Как привлечь неплательщика к уголовной ответственности? Законный представитель. Какими полномочиями обладают родители по отношению к собственности детей? Дачная амнистия. Что изменилось в законе? Старые раны. Когда можно требовать с виновника ДТП компенсацию за понесенный ущерб? Судебный процесс. Что делать, если исковое заявление оставлено без движения? Неработающие пенсионеры-северяне, получающие страховые пенсии по старости или по инвалидности, имеют право на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Но только раз в два года. В связи с пандемией ковид, многие попросту не смогли воспользоваться этой льготой. А значит, по закону выплата сгорает. Так ли это? Давайте узнаем. Алло, здравствуйте. Я неработающая пенсионерка. В этом году у меня было право на бесплатный проезд к месту отдыха. Из-за пандемии я не смогла никуда отсказать. Могу ли я воспользоваться бесплатным проездом в следующем году? Действительно, в такую ситуацию попали многие пенсионеры республики. Поэтому было принято следующее решение. Пенсионеры, которые имели право на компенсацию стоимости проезда в 2020 году, но не воспользовались этой возможностью, имеют право на возмещение расходов на проезд в 2021 году и в 2022 году, то есть два года подряд. Затем за следующей компенсацией они смогут обратиться в 2024 году. Поэтому вы сможете воспользоваться бесплатной дорогой и в следующем году, и в 2022 году. Напомним, что право на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно имеют неработающие пенсионеры, получающие пенсии по старости или по инвалидности. Обратиться за компенсацией можно в клиентскую службу пенсионного фонда или МФЦ МАИ-документы. Отказ отца или матери несовершеннолетнего ребенка от уплаты алиментов, то есть обязанности по содержанию дееспособного гражданина, преследуются по закону. Однако многих должников не пугает административная ответственность в виде штрафа или обязательных работ. Поэтому возникает необходимость более серьезного наказания. Бывший муж больше года уклоняется от выплаты алиментов. Можно ли привлечь его к уголовной ответственности? В связи с внесенными изменениями в 2016 году в законодательство, должник может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации только после того, когда будет применена санкция административного характера в виде составления протокола по статье 535 Прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях за злостное уклонение от оплаты алиментных платежей. Дети могут быть владельцами недвижимого имущества вне зависимости от возраста. Оформление жилья на ребенка дает гарантию того, что к наступлению совершеннолетия у него будет крыша над головой. Однако порой возникает необходимость продажи или иной сделки с недвижимостью, принадлежащей несовершеннолетнему. У нашего телезрителя есть вопрос. У меня квартира на обоих детей в долевые части. Я прописана как мать. Но собственниками являются мои несовершеннолетние дети. Я могу сделать временную регистрацию другому человеку? Могу я вообще распоряжаться квартирой? Согласно статье 64 Семейного кодекса Российской Федерации, родители являются законным представителем своих несовершеннолетних детей и выступают в защиту их интересов перед всеми юридическими и физическими лицами, в том числе перед судом, без специальных на то полномочий. По общему правилу, для регистрации гражданина по месту проживания необходимо заявление от лица, предоставляющего жилое помещение. И поэтому вы, как законный представитель собственников несовершеннолетних детей, вправе такое заявление написать. Но учтите, что ваши полномочия, как законного представителя собственников, ограничены. Допустим, например, в сделках с недвижимостью вам потребуется разрешение органа опеки и попечительства, потому что продажа квартиры, собственником которой являются несовершеннолетние дети, невозможна без обеспечения их жильем, и это проверяется соответствующим органам опеки. Это предусмотрено частью 2 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. Многие граждане длительное время владеют земельными участками или другими объектами недвижимости без зарегистрированного права собственности. Дачная амнистия, которая действует в нашей стране с 2006 года, позволяет в кратчайшие сроки зарегистрировать права на недвижимое имущество. 1 марта 2021 года отдельные положения амнистии должны были закончить свое действие, однако в закон внесены изменения. Подробнее главный государственный регистратор Республики Коми Елена Величко. Президентом страны подписан федеральный закон, который продлевает срок дачной амнистии. Если на сегодня дачная амнистия у нас действовала до 1 марта 2021 года, то срок ее действия продлен еще на 5 лет, и она действует до 1 марта 2026 года. Дачная амнистия позволяет в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на садовые и жилые дома, построенные на садовых участках. Но кроме продления срока, дачная амнистия расширяет свое действие и распространяется на индивидуальные жилые дома, которые построены на земельных участках для жилищного строительства и земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства. Если сегодня нужно было представить уведомление о начале строительства, уведомление о завершении строительства, то с момента вступления закона в силу можно было такие жилые дома зарегистрировать также в упрощенном порядке. Несвоевременная выплата налогов может повлечь арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за пределы страны. И самый простой способ предотвратить неприятности – внимательно следить за отсутствием задолженности перед государством. 1 декабря истек срок уплаты по имущественным налогам физических лиц за 2019 год. Поэтому те граждане, которые не уплатили налоги, видят данную информацию на портале государственных услуг. Ранее данная информация не отображалась на портале государственных услуг, потому что на портале государственных услуг отображается информация о задолженности. Информация о текущих начислениях и видах имущества отображена в личном кабинете налогоплательщика. После ДТП решение вопроса о возмещении вреда – приоритетная задача для потерпевших. Тем более, что травмы, полученные в автомобильных авариях, зачастую требуют длительного и дорогостоящего лечения. В 2018 году я попал в ДТП. Виновника осудили и взыскали с него моральный вред и вред за ущерб здоровью. В этом году мое состояние ухудшилось, и травмы от ДТП дали о себе знать. Перенес дополнительно две операции. Могу ли я требовать с виновника дополнительные компенсации за операции? В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, вы вправе требовать от виновника ДТП возмещение дополнительных затрат на лечение, возмещение вреда здоровью, а также компенсации морального вреда. Но при условии, что будет доказана прямая связь от причинения вреда с последующим лечением. Многие, чье исковое заявление остается без движения, впадают в ступор. И все потому, что не знают, как быть в подобной ситуации. В основном это касается тех, кто решил самостоятельно обратиться в суд, не заручившись помощью юриста. Направили иск в суд. Через пару недель получил письмо, в котором был документ из суда, где указано, что исковое заявление оставлено без движения. Что нам делать? Неужели иск не будет рассмотрен? Повода для беспокойства нет. Вам необходимо внимательно изучить документ, который вы получили из суда. В данном документе изложены все обстоятельства, которые послужили основанием для оставления искового заявления без движения. Вам необходимо до установленной даты устранить все недостатки, уведомить суд об их устранении, после чего суд приступит к рассмотрению вашего заявления по существу. На сегодня все. Присылайте вопросы и жалобы, а также не забывайте отправлять свои видеообращения. Вся контактная информация сейчас на экранах. Если вы дозвонились на автоответчик, кроме вопроса, оставляйте номер своего телефона для связи. И помните, если не знаете, как поступить, поступайте по закону. А мы поможем. До встречи. Продолжение следует...